К середине 1943 года начинают развиваться события, которые в конечном итоге приведут к тому, что в Польше называют Волынской резнёй, а в Украине – второй украинско-польской войной. Тогда погибли десятки тысяч людей. Но в чём же был смысл всего происходящего? Во имя какой цели поляки и украинцы истребляли друг друга? Для чего они поливали кровью землю, которую к тому времени союзники уже признали собственностью товарища Сталина и большевистского СССР? Вопрос звучит довольно просто. А за что собственно сражались армия Краёва и украинская постанческая армия? Ну, вроде бы тут с армией Краёвой всё совершенно понятно. Она боролась за возрождение Польши, оккупированной осенью 1939 года нацистской Германии и большевистским Советским Союзом. При этом эта военная единица подчинялась международно признанному правительству Польши в эмиграции в Лондоне. Польская республика, которую это правительство представляло до юре, являлась членом всё ещё существующей Лиги наций, страной-участником антигитлеровской коалиции. А кроме того, именно вследствие нападения Германии на Польшу в войну вступили Великобритания и Франция. Проблема состояла в том, что лондонское правительство декларировало целью своей борьбы с германским нацизмом восстановление Польской республики в международно признанных границах на 1 сентября 1939 года. И всячески пыталось откреститься от щедрых подарков товарища Сталина за счёт будущего расчленения поверженной Германии. Разумеется, оставив в себе всё захваченное по пакту Молотова-Риббентропа, возможно с незначительными уступками, а также аннексии части Восточной Пруссии, с помощью которой можно было бы контролировать как Балтику, так по сути и все страны этого региона. И когда уже в следующем, в 1944 году, польское правительство уже под руководством нового премьера после гибели Владислава Сикорского, Миколайчика, также категорически отказывается поступиться территориальной целостностью Польши, Черчиллю приходится уже в личной переписке со Сталиным объяснять последнему, что, дескать, я понимаю вас, но вынужден буду сделать заявление в поддержку Польши, так как именно из-за неё мы начали войну с Германией. И меня просто не поймёт общественное мнение. Британское общественное мнение – это, конечно, очень важный элемент политики, но ещё с 1942 года, как мы очень подробно рассказывали в нашем цикле, посвящённом долгой дороге к Волынской резне, и Владиславу Сикорскому, и генералу Андерсу, и польским послам в Советском Союзе, да и другим представителям польского правительства в СССР, да и, собственно, самому Черчиллю с Рузвельтом, стало совершенно понятно, что никакого возрождения той Польши, которая была в 1939 году, товарищ Сталин не планирует. И помешать ему в рамках ещё отнюдь не закончившейся войны с Германией совершенно невозможно. Возможно попытаться спасти несколько десятков тысяч поляков, выведя армию Андерса из Советского Союза на Ближний Восток. Можно попытаться выдавить какие-то мелкие уступки. Но после того, как не только в закрытой переписке, но и вполне в официальных заявлениях, которые публиковались в советской прессе, Советский Союз, за которым стоял товарищ Сталин, однозначно объяснил, что понимается под восточными границами Польши, что понимается под бывшими гражданами Польской Республики, территории которых были аннексированы Советским Союзом. Было чётко сказано, что единственной силой, которая призывает к борьбе с гитлеровскими оккупантами, является Польская Рабочая Партия, возглавляемая Советской Агентурой. И никакие другие силы к реальной власти в новой, дружественной Советскому Союзу Польши допущены не будут. Разве только в качестве декорации. А уж после германских находок под Смоленском и разрыва дипломатических отношений с лондонским правительством в конце апреля 1943 года, и в особенности после гибели в начале июля Владислава Сикорского, советская пропаганда, советские чиновники и их коммунопольские марионетки просто сорвались цепи. И польское правительство клеймилось уже в качестве пособников гитлеров. А вождь физкультурников и лучший друг всех народов мира многократно повторял эту ложь в своей секретной переписке с лидерами союзников. И в связи со сказанным достаточно осмысленные на первый взгляд действия армии Краевой в конце 1943-1944 году, направленные на превентивное освобождение международно признанных польских территорий до подхода Красной Армии, наиболее яркими примерами чего являются действия АК по освобождению Вильнюса, польского Вильну, и двухмесячная варшавская эпопея августа-сентября 1944 года, когда Красная Армия стояла на противоположном берегу Веслы, не двигаясь с места по приказу товарища Сталина. А он сам из Кремля с садистским наслаждением наблюдал, как его германский враг, бывший друг и союзник, истребляет вооруженные силы его нынешнего второго врага, бывшего союзника, а также бывшее уродливое детище Версальской системы. Бойцы, офицеры, командиры армии Краевой действительно сражались за свою страну, которая у них была и которая была оккупирована. И я очень не люблю давать оценки тех или иных исторических событий, говорить об ошибках, глядясь с сегодняшнего дня, обладая сегодняшними знаниями. Я стараюсь анализировать глазами современника события. Так вот на тот момент только совершенно недалекий человек мог предположить, что на карте Европы снова появится та Польша, которая была разгромлена в 1939 году в тех самых границах. Хотя потенциально это было возможно в том случае, если бы после разгрома Германии союзники каким-то образом смогли бы принудить Советский Союз к подобным действиям. Однако уже во время Тегеранской конференции в ноябре 1943-го Сталину удалось выдурить у Черчилля подтверждение возможности переноса польских границ на так называемую линию Керзона с компенсацией за счет Германии, о чем он впоследствии неоднократно напоминал Черчилль в переписке, доходя до довольно грубого нажима на британского премьера. В дальнейшем на Советский Союз никто нажимать не стал, никаких восточных кресов или вильна польское правительство в Лондоне не получило, а кремлевские марионетки подтвердили ту границу, которая устраивала товарища Сталина. Так, вооруженные силы признанного союзниками государства Польши во главе с его эмигрантским правительством во многом сами того не подозревая, сражались за территории, которые им уже не принадлежат, и за правительство, которое до самого падения коммунистических режимов в Восточной Европе не станет властью в стране, которую оно представляет. А что же украинцы? Ну, во-первых, разговоры о том, что это вторая украинско-польская война, на мой взгляд, просто лишены всякого смысла. На тот момент юридический статус Советской Украины был чем-то вроде диоцеза в большой большевистской империи. Считать эту провинцию неким субъектом международного права, ну, просто не поворачивался язык и здравый смысл. В настоящий же момент, в 43-м году, это был всего лишь оккупационный рейх комиссариат Украины. Хотя и с включенным туда Крымом. После провозглашения, восстановления украинской державности 30 июня 41-го года и негативной реакцией на это германских властей, формально созданное украинское правительство, к сожалению, так и не перешло к каким-либо осмысленным действиям. И поэтому образовавшаяся позднее армия не стала называться какой-нибудь Украинской народной армией или Вооруженные силы Украины. Нет, она прямо взяла название Украинская повстанческая армия. Я не буду копаться в деталях. Первым придумал это Бульба-Боровец. Использовал это название Дмитро Клячкивский. Шухевич или Лебедь. Это не имеет большого значения. Важно понимание того, что это еще не Вооруженные силы государства. Это некие революционные Вооруженные силы. А само действие это некая революция, аппрайзинг. И поэтому столкновение с армией Краевой это не Украинско-Польская война. Это восстание на оккупированных территориях с некоторой целью. В чем же была эта цель? А цель была столь же благородна, сколь и утопична. Создание независимого украинского государства. Я вполне понимаю, почему перед самой Второй мировой войной целый ряд украинских политиков сотрудничали с Германией в надежде, что после возможной германо-польской войны удастся создать какое-либо государственное образование на территории бывших польских областей, преимущественно населенных украинцами. И немцы вроде бы были готовы пойти на такой шаг. Но после заключения Советско-германского пакта, после раздела Польши между этими двумя странами, стало понятно, что интересы украинских политиков отодвинуты на задний план. И что даже на территории Галиции немцы не планируют создание какого-либо украинского государства. Максимум, что получили на тот момент украинцы, это несколько привилегированное положение в генерал-губернаторстве по отношению к полякам. Опять же, исключительно по принципу разделяя властвуй. Советско-германская война снова возродила некоторые надежды, которые, впрочем, практически сразу же были развеяны. А идея Розенберга о создании различных государственно-территориальных образований на территории бывшей Большевистской империи отодвинуты на неопределенный срок, если совершенно не забыты. Выдержав некоторую паузу, Аон Бандеры начинают накапливать ресурсы и создавать силы для противодействия противникам, теперь уже Германии, Советскому Союзу и бывшей митрополии Польши. На что в тот момент могли рассчитывать украинские националисты в свои идеи создания независимого государства? Глядя из того времени, ни на что. С Германией все стало более-менее понятно. Соединенные Штаты и Великобритания находятся в союзе со Сталином и воюют против этой самой Германии. И разрывать этот союз совершенно не собираются. Более того, 30 июля 1941 года восстановлены дипломатические отношения между Польшей и Советской Россией. Причем в официально опубликованном документе сказано, что аннулированы все соглашения с немцами, что для широкой публики подразумевает отказ Советского Союза от территориальных приобретений согласно Пакту Молотова-Риббентропа. Разумеется, это не могло пройти мимо политического руководства ООН. А если бы эти ребята смогли бы увидеть секретные дипломатические документы того периода вплоть практически до конца войны, они бы чрезвычайно удивились, что польскому вопросу в этих документах посвящается довольно много места, а Украина не упоминается вообще, разве что в контексте этнического украинского населения, которое должно в результате всех переговоров остаться таки в Сталинском Советском Союзе. Тем не менее, в начале 43-го года начинается так называемая революция. И формально борьба против Польши, армии Краевой, как и против Советского Союза и советских партизан, кажется логичной. Ведь это же союзники. Значит, они враги независимой Украины. Пусть на первый взгляд нет никаких шансов на ее создание. Но все дело в том, что на тот момент, а на самом деле еще и раньше, в новом польско-советском альянсе начался глубокий раскол. Армия Андерса отказалась сражаться на Советском фронте и передислоцировалась на Ближний Восток. Это также хорошо должно было быть известно украинским политикам. Советы все чаще и чаще делают открытые, резкие заявления в адрес Польши. И, наконец, разрыв дипломатических отношений в конце апреля. И мы видим неожиданные вещи. Именно с мая, после очень странной гибели 13 мая Василя Ивахева, который стремился усилить УПА с объединением силами Бульбобровца, к руководству приходит упомянутый нами в прошлом видео хорошо известный Дмитро Клячкивский, который еще в начале 43-го года, в феврале, утверждал, что главным врагом украинцев являются поляки. Хотя на тот момент, и мы это показали в нашем видеоцикле, отношения между польским и советским правительством были практически на грани разрыва. И теперь, начиная с мая, Клячкивский, вопреки позиции многих членов ООН, вдруг начинает активные боевые действия не против красных партизан, заполнивших Волинщину и проводящих провокационные операции то от имени УПА, то от имени армии Краевой, а против именно армии Краевой, которая после разрыва отношений лондонского правительства с Советским Союзом становится противником Советского Союза и естественным союзником украинцев. Естественным, потому что на тот момент только в борьбе за международно признанную Польшу в границах 1939 года украинцы могли на первой стадии рассчитывать на собственную автономию в составе этого польского государства. Но уж не как в Советской Украине в составе Сталинского Советского Союза. Выдавливание же польского населения с территорий, которые Сталин намеревался оставить у себя. Это фактическое начало той работы, которую вождь народов впоследствии доделал сам в рамках послевоенных переселений. Разумеется, впоследствии Аумбандеры открестилось от действий Клочкивского, но, к сожалению, хорошо известный маховик ненависти был уже запущен и было потеряно много времени, прежде чем стороны поняли, что произошло. К сожалению, в тот момент время было уже упущено не только для Украины, но и для Польши, и Сталин сумел завершить задуманное им с самого начала. Но, как часто бывает, полагаясь на собственную безграничную мудрость, кремлевский вождь все-таки допустил одну существенную ошибку уже после войны. Он рассчитывал снова обойти своих незадачливых западных союзников, и мотивируя тем, что в новой международной организации слишком много представителей лояльных Соединенным Штатам Америки южноамериканских стран предложил непосредственно включить в эту организацию Советскую Литву, Советскую Белоруссию и Советскую Украину. Литву, понятно, чтобы легитимизировать свою аннексию Балтии, на это никто не пошел, а вот Советская Белоруссия и Советская Украина были приняты в качестве отдельных субъектов международного права. И в этом-то я и вижу сталинскую ошибку. Из обычного диоцеза большевистской империи Украина стала, пусть и под названием Советская Украина, субъектом международного права. И теперь борьба остатков украинского сопротивления, пусть столь же безнадежная, как и до того, пусть западные демократии совершенно не собирались нажимать на Сталина или сражаться за Украину, тем не менее, теперь они воевали за страну, появившуюся на международной карте мира. И несмотря на годы подполья, поражений и лагерей, через несколько десятилетий Украина все-таки стала полноценным субъектом международного права.